Сразу надо было утопить. Все признаки вырождения налицо. Альбинос проклятый. И откуда он взялся? Бывает, жёлтые рождаются, а вот такой раз в сто лет. Альбинос проклятый оказался весьма смышлённым сеттером, а позже настоящим образцом преданности. Заводчик увидел в нём лишь неконзицию, а вот одинокий пенсионер-фронтовик разглядел верного друга. Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охотничьих собак, то не станем удивляться тому, что сеттеры представляют едва ли не самую культурную, интеллигентную породу. Вот правильно. «Белый бим, чёрное ухо» – пожалуй, самое известное произведение Гавриила Троепольского. Он написал его в 1971-м, а спустя шесть лет на экраны вышел одноимённый фильм. Хотя с его режиссёром Станиславом Ростоцким отношения у воронежского писателя были сначала натянутые. Дело в том, что Ростоцкий без ведома Троепольского снял свой дебют «Земля и люди» по сборнику его сатирических рассказов. Автор тогда отправил на киностудию гневное письмо. И вот выходит повесть о трогательной дружбе между человеком и собакой. «По ней должен быть снят фильм», – решил Ростоцкий и лично поехал договариваться с Троепольским. В итоге режиссёр и писатель стали вместе работать над сценарием. Ладно, не переживай. Будем жить дальше. Ты хороший пёс. А таких все любят. Даже если у них нет родословной медали. Подходящего пса для съёмок искали долго. На главную роль утвердили английского сеттера по кличке Стив. Вся съёмочная группа сразу окрестила его Стёпкой и постоянно подкармливала. Но вот незадача. Стёпка должен был испытывать самую искреннюю любовь к Вячеславу Тихонову, исполнительной роли Ивана Ивановича. А как завоевать собачье сердце? Одних вкусностей было мало. Тогда Тихонов стал гулять вместе с сеттером, ездить с ним на охоту. Так «Экранная дружба» стала настоящей. И почти все совместные сцены Тихонов и Стёпка отыгрывали с первого дубля. Ну что, обидели тебя? Не волнуйся. Всё равно я тебя ни на кого не променяю. Ну и правильно. Дружба, она и без документов дружба. Перед съёмками тяжёлой сцены разлуки, когда героя увозят в больницу, Стёпку на время разлучили с актёром Тихоновым. Пёс, конечно, искренне по нему затасковал. На съёмочную площадку его выпустили только после команды «Мотор». Задумка удалась. Бим и правда провожал любимого хозяина. Искреннюю преданность и верность собаки доказывали не раз. В советском фильме на привязи у взлётной полосы рассказывается о реальной овчарке Пальме, 1974 год, аэропорт Внуково. Пассажира не пускают животным на борт, и ему приходится оставить собаку. А она остаётся верной своему хозяину и с надеждой встречает каждый самолёт. Другой пример – хатика. Имя этой собаки породой Акито-Ину стало уже нарицательным. Но история самого преданного в мире пса так и осталась бы неизвестной миру, если бы не произошла беда. У хозяина, профессора из Японии, случился инсульт. Его не спасли. И все следующие 9 лет хатика приходил на железнодорожную станцию и терпеливо ждал возвращения профессора. Хачи! Хачи! Хватит! Он не вернётся! Ещё этот дождь! Пойдём! Я дам тебе поесть! Памятник хатика установили ещё при его жизни, на той же железнодорожной станции. А в Воронеже есть скульптура белого бима. Пёс сидит прямо на земле и терпеливо ждёт своего хозяина. Он сделан из нержавеющей стали и только ухо бронзовое и блестит от постоянных прикосновений. Жители верят, если потереть ухо бима и загадать желание, оно обязательно сбудется. Верным друзьям памятники стоят в разных городах и странах. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова